Всем привет! А вы знали, что среди сотен тысяч видов, живущих на Земле, встречаются настоящие гиганты, которые просто поражают своими размерами? Они настолько огромные, что вполне могли бы сравниться с какими-нибудь древними мегалодонами и птеродактилями? Итак, перейдем ближе к делу. Это 10 животных-гигантов, которые вас точно удивят. Поехали! Осьминог дофлейна Загадочный мир океана скрывает в себе немало тайн, одной из которых являются его гигантские обитатели. Несколько столетий назад рассказы моряков о кракенах невероятного размера вызывали у людей настоящий ужас. Но если кракен — это все-таки мифическое чудовище, то здесь речь пойдет о вполне реальном голубоногом моллюске, чей размер и вес заставляют содрогаться людей сегодня. Знакомьтесь, самый большой осьминог по версии Книги рекордов Гиннеса — осьминог дофлейна. Наикрупнейшая особь, которую удавалось обнаружить, весила 272 килограмма, а длина ее тела составляла 9,6 метра. Трудно в это поверить, но такой монстр вырастает из личинки размером всего 3-4 миллиметра. Еще осьминогов дофлейна называют «морскими дьяволами» за их наросты в виде рожек, расположенные над глазами. Но в отличие от всех остальных морских монстров, осьминог предпочитает обитать не на глубинах, а лишь опускаться примерно на 300 метров под воду. Благодаря этой особенности осьминог дофлейна является не только самым крупным видом, но еще и самым изученным. Арктическая цианея Самая крупная медуза во всем мировом океане приобрела широкую известность благодаря произведению «Львиной грива» Артура Конан Дойля, в котором рассказывалась о мучительной смерти одного из героев в измной встрече с арктической цианой. На самом же деле слухи о ее смертельной опасности для человека сильно преувеличены. Арктическая цианая не только не может стать причиной летального исхода, но даже не в состоянии нанести здоровью человека какой-нибудь серьезный ущерб. Но вернемся к размерам. Диаметр одной особи, найденной в 1870 году у побережья штата Массачусетс, превышал 2 метра, а длина щупалец достигала 36 метров. Считается, что колокол цианеи может вырасти до 2,5 метров в диаметре, а щупальца — до 45 метров в длину. Это, между прочим, намного превышает размеры синего кита — самого крупного животного на планете. Что интересно, чем севернее обитает арктическая цианея, тем она крупнее. Обитая во всех северных морях Атлантического и Тихого океанов, эти медузы большую часть времени неспешно плавают в поверхностных слоях вод. Однако, будучи хищниками, цианеи всегда держат на готове щупальца, расправленные так, чтобы они образовывали густую ловчую сеть под куполом. Охотятся они на обитателей этих морей, например, на планктонных организмов, а также других медуз. Бык-гаур Как правило, травоядные мегаживотные представляют собой группу, состоящую из слонов, носорогов и жирафов. Однако одним из самых специфичных представителей таких громадин является индийский бык-гаур. С ростом по 3 метра гаур считается действительно гигантским животным, а заодно и самой большой дикой коровой в мире. Массивное существо с поистине огромными рогами может бежать на пролом через леса и поля Индии, при этом иногда разрушая и сады. Этот вид находится под угрозой исчезновения, хотя ему на самом деле не страшны большинство угроз, хотя бы потому, что он может весить до 1600 килограммов. Среди прочих представителей мегафауны, гаур является наиболее послушным. Однако бык есть бык, и известны случаи просто невиданной агрессии со стороны животного. Например, однажды на гаура напал тигр, и, знаете, большой кошке очень не поздоровилось. Белка-ратуфа Это милое существо называют по-разному. Азиатская гигантская белка, белка-гигант или же просто ратуфа. Как бы там ни было, представитель этого вида по праву считается самыми большими белками в мире. Если бы вы захотели сравнить всем нам знакомую обычную белочку и ратуфу, то были бы поражены разницей в размерах. Ратуфа в среднем достигает примерно полутораметровой длины, а весит до трех килограммов. Необычно и то, что хвостику такой белки равен длине ее тела. То есть в целом получается, что перед вами оказывается грызун почти метровой длины, представляете? На вид мегабелка довольно симпатичная. У нее небольшие закругленные ушки, которые украшают веселые кисточки. На лапках длинные коготки, а подушечки лапок довольно развиты. Этот вид можно встретить в Индокитае и Индии, в Непале и на Цейлоне. Грызуны обожают влажные тропические леса и почти всю жизнь проводят в густых кронах деревьев, передвигаясь по ним с помощью прыжков. Кстати, прыжок одной такой белки в длину может достигать почти шести метров. А если животное вздумало спуститься вниз с какого-нибудь огромного дерева, она спокойно может осилить высоту в 10 метров без вреда для здоровья. Лягушка-голиаф Только представьте, ее лапы больше мужской ладони, а весом она с домашнюю кошку. Те, кто держал такую лягушку в руках, говорят, что физически она ощущается как воздушный шарик, набитый мокрым песком. Лягушка-голиаф живет исключительно по берегам рек в глубине тропических лесов Камеруна и Экваториальной Гвинеи. Несмотря на впечатляющий рост в 30 сантиметров и вес, достигающий трех килограммов, лягушка не обладает преимуществами среди сородичей. Наоборот, такие размеры делают голиафов медлительными, неповоротливыми созданиями. Сделав несколько прыжков, лягушки устают. Из-за своего размера голиафы уже около 10 лет назад стали объектом внимания частных коллекционеров и зоопарков. Множество лягушек было поймано и увезено в США, где их выставляли на соревнованиях по прыжкам, а также пытались разводить в неволе. Грибнистый крокодил Устрашающая внешность и по-настоящему гигантские размеры этого хищника с древних времен производили на людей очень сильные впечатления. И это неудивительно, ведь грибнистый крокодил является не только самым крупным крокодилом, но и самой крупной рептилией на планете. Кроме того, это один из самых больших хищников на Земле. Не верите? Тогда давайте сравним. Размеры грибнистого крокодила превышают размеры белого медведя, которого уж точно нельзя назвать маленьким зверьком. Обитает это зубастое чудовище в теплых водах Австралии, Индонезии, Индии, Филиппин и отличается потрясающей возможностью плавать. Можно сказать, что грибнистый крокодил – чемпион по плаванию среди сородичей, что позволяет ему появляться в самых неожиданных для человека местах. Так иногда этого хищника встречает даже у берегов Японии, где он никогда не обитал и, похоже, не собирается переезжать. Внешне неповоротливые и малоподвижные грибнистые крокодилы могут преодолевать огромные расстояния, используя сильные морские течения. И некоторые особи без проблем перемещались на несколько сотен километров всего за три недели. Являясь суперхищником, грибнистый крокодил питается буквально всем, до чего только может дотянуться. Иначе говоря, его меню зависит от местности, где крокодил поселился. Например, рептилия с удовольствием атакуют крупных наземных млекопитающих – быков, буйволов, лошадей и так далее, если они оказываются поблизости. А в соленой воде питается крупной рыбой. Есть даже свидетельство успешной охоты этого крокодила на акул. И если вы до сих пор недостаточно впечатлены, вот еще один факт – некоторые из грибнистых крокодилов совсем не против пообедать своими сородичами. Гигантская анаконда Если вам кажется, что слово «неядовитое» в описании анаконды сразу делает ее безобидным, добродушным зверем, то вы ошибаетесь. Это по-настоящему огромная змея. Длина самой крупной особи, которую удалось поймать на сегодняшний день, составляет 5 метров 21 сантиметр, а ее масса равняется почти 100 килограммам. Череп анаконды, как и ее кости, отличается очень подвижными сочленениями, а потому может свободно раздвигаться при заглатывании крупной пищи. Именно эта особенность позволяет гигантским змеям поедать очень больших противников, даже не пережевывая их. Хотя зубы у анаконды тоже имеются и весьма острые. Укус не представляет для человека никакой опасности. Правда, мы бы не советовали доводить такое создание до желания укусить. Ведь вместо этого она может запросто вас раздавить. Гигантская анаконда обитает в основном в мутных заводях теплых стран, таких как Бразилия, Перу, Парагвай и Боливия. Так что если случайно окажетесь в таком месте, будьте осторожны. Комодский варан Самую большую ящерицу на планете, которую еще называют последним драконом, можно встретить на острове Комода и ближайших к нему островах. Длина тела комодского варана может достигать 3 метров, а вес крупных особей колеблется возле отметки в 130 килограммов. Но иногда зоологам попадались особо крупные вараны, которые весили более 160 килограммов. Вот уж точно настоящий дракон. На первый взгляд, это неповоротливое создание не способны к быстрому бегу. Но не позволяйте варану вас обмануть. Как и крокодил, в случае опасности или охоты, комодский дракон способен разбить вполне приличную скорость. Правда, о марафонских дистанциях ему можно только мечтать, ведь запаса сил последнему дракону хватает только на короткий рывок. Но зато вараны считаются по-настоящему хорошими пловцами и без труда могут переплыть море, если захотят перебраться с одного острова на другой. К сожалению, в настоящее время в силу различных факторов популяция комодских варанов значительно сократилась. На это повлияла и хозяйственная деятельность человека, и сокращение корма на островах, которые варан населяет. Помимо Комода, его можно обнаружить на территории островов Флорес, Ринч и множество других более мелких кусочков суши, которые входят в Малый Зонский архипелаг. По последним данным, сейчас в дикой природе живет около 5000 варанов, и их число со временем может сократиться, если не принять определенные меры. Китовая акула Далеко-далеко от земли, где-то посреди теплых вод океана, плавают по-настоящему огромные существа. Китовые акулы. Эти создания считаются самыми большими рыбами в мире. Да, именно китовые акулы, а не киты, занимают верхнюю строчку списка огромных рыб, ведь киты являются млекопитающими. Длина больших китовых акул в среднем составляет 13-15 метров. Однако нельзя утверждать, что это максимум, до которого они могут дорасти. Из-за своих колоссальных размеров и уединенного образа жизни эти рыбы очень мало изучены. Об их максимальных размерах мы можем только догадываться. Вес гиганта доходит до 20 тонн. Эта цифра сравнима с весом железнодорожного вагона или легкого крейсера. Объем туловища в самом широком месте 16-метровой акулы, пойманной в 2000 году, в территориальных водах Пакистана равнялся 7 метрам. Только представьте себе, насколько это огромная рыбина. Кстати, китовая акула отличается от своих сородичей не только размерами, но и необычным окрасом в виде полосок и пятен. И несмотря на внушительные габариты, китовые акулы совершенно не опасны для человека. Более того, они могут вообще не реагировать ныряльщиков, позволяя им не только дотрагиваться, но и даже кататься на акуле и спине. Может быть, просто не замечают? В конце концов, когда ты такой огромный, довольно сложно обратить внимание на какого-то там человека в смешном костюме. Зубра-бизон Как можно догадаться из названия, зубра-бизон является гибридом бизона и зубра. А теперь представьте, какого размера эти гиганты, если зубры сами по себе являются самыми крупными существами в Европе и обычно весят около тонны. Бизоны тоже не отстают от своих ближайших родственников и легко вырастают до трех метров в длину и двух метров в высоту. Да, это настоящая гора с четырьмя копытцами. Совместное потомство зубров и бизонов сочетает признаки обоих видов, но значительно превосходит их по размеру, отличается более крупной головой, пушистой шерстью и производит на свет большое количество маленьких зубробизончиков. Впервые эти удивительные животные были получены еще в начале 20 века в одном из украинских заповедников, а сегодня разводятся на закрытых территориях по всему миру. Но если вам хочется посмотреть на зубра бизона в дикой природе, отправляйтесь на Кавказ. Говорят, там до сих пор можно встретить это гигантское существо, если хорошенько поискать. А вам когда-нибудь приходилось видеть кого-нибудь из этих существ? Делитесь этим в комментариях и не забывайте про лайки. Прикольные гаджеты, технологии будущего, удивительные изобретения и другие крутые фишки, связанные с техникой, на канале Техзон. Подписывайся, не пожалеешь. Ссылка на экране и в описании. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.